Перед финалом детской части турнира по дворовому футболу наградили команды, воровшиеся за третье и четвертое места. А в финале встретились команда «Спартак», представлявшая футболистов Невского и Белгородского кварталов, и «Динамит», игроки из Киевского квартала. Они в оранжевых накидках. Достаточно активно в финал начали футболисты «Динамита». Они сразу провели несколько атак, но неудачно. Практически в таком возрасте атака может начаться неожиданно и также неожиданно закончится. Много ошибок в передаче, а комбинационной игры маловато. А еще в игре неожиданно принял участие четырехлапый футболист, но его быстро удалили с поля. Стоит отметить игру вратаря «Динамита», а он несколько раз вручал свою команду. А в середине первого тайма Шустро, нападающий из «Динамита», добился своего, обогнав защитников, обманув вратаря «Спартака» и забил первый гол. 1-0, впереди «Динамит». «Спартак» собрался и провел несколько атак. После первого тайма счет 1-1. Приятно, что юных футболистов подбадривали родители. Глядя на некоторых, мам казалось, что они готовы выскочить на поле и то ли помочь забить, то ли наоборот отбить. А игроки старались не подвести своих друзей, иногда споря с соперниками, но больше обижались на неточный пас или неточные удары. Многие мамы переживали и считали, пусть лучше матч закончится в ничью. Они и не подозревали, что их мечты сбудутся. И счет после двух таймов остался 2-2. Но победителя все равно нужно определять. И тут на первое место выходят нервы и точность исполнения пенальти. Первые четверо игроков пробили абсолютно точно. А вот так пробивали третьи игроки команды. Увы, оба не забили. И снова ничья. 2-2. И еще по одному игроку пробили пенальти. И здесь более точным оказался игрок Динамита. Они и стали победителями турнира. А капитан проигравшего Спартака так расстроился, что даже не вышел на награждение. Не надо плакать и огорчаться. Вы ничего не проиграли. И нет у нас проигравших. У нас вы все победили. Потому что вы все участвовали. Вы все большие молодцы. Вы все старались. Но чуть-чуть кому-то повезло больше. Но я вам хочу сказать, что сегодня для финалистов, для вас, для команд, наш миски голова, приготовил вам очень вкусные подарки. Команда, которая заняла второе место. Выходим на награждение. Молодцы! Молодцы! Команда победителей выходит на награждение. Молодцы! Ну что, пенальти решила вашу судьбу, да? Не плачь. А для победителей, кроме медалей, еще и корзина сладостей. Дети довольны, родители тоже и фото победителя. У пятого сделала другую.